Доброе время суток, друзья! Боевая провинция снова приветствует вас. Прочитал много интересных новостей, хотел поделиться с вами, и так как эти новости обсуждаемые и требуют нашего с вами вмешательства. Первая новость, как мне показалось, интересная очень, это Пакеава отказался от своего тренера Фредди Роучер. Как вы считаете, правильно он сделал, неправильно? Вспоминайте наши уроки, которые мы с вами изучали в нашем тренировочном процессе, много обсуждали вот этих прогунков, вот этих, всех бойцов, всех уровней. И уже мы сейчас знаем то, что бокс за бокс становится более агрессивным, агрессивным, и вот именно агрессивный бокс более нравится болельщикам, и все стремятся к нему. Даже что-то я слышал, Усик, по-моему, там хочет поменять вот эту тактику свою, тактику свою работы на дистанции, на более агрессивный бокс. Это Санчес где-то там высказывался, я уже, друзья, точно не помню. Ну, так мельком слышал. Не знаю, посмотрим, как будет. Но с Пакеавой, друзья, я полностью согласен. Вот это Санчес со своим стилем ведения боя, вот этими тренировками, он был, конечно, востребован в то время, когда доминировал любительский бокс, и когда вот эти попрыгунчики, как Пакеау, имели определенный успех. Ну, не то, что определенный, а такой серьезный, весомый успех. Потому что за счет ног, вот это, ну, там, видите, защиты нет даже у Пакеау, он, когда был локутирован, помните, с открытой головой, вот за счет ног именно, вот этой энергетикой своей брал всегда. Но таких, как Пакеау, это тоже человек-индивидуум. Очень мало, друзья, мало кто может двигаться так, как двигался Пакеау, правильно? И вот эти движения с возрастом, они, конечно, выматывают бойца. Пока ты молод, да, можешь еще попрыгать, подвигаться, если не нарвешься на встречный удар. Когда уже в возрасте уже не получается этого делать, потому что много сил и энергии забирают. Но Фредди Роуч у нас востребован только в России, получается, остался, потому что все бойцы, они в основном проигрывают у него. А наш Денис Лебедев, наш Денис Лебедев обратился к Фредди Роучу для тренировок. То есть в тяжелом весе захотел стать попрыгунчиком. И мы увидели, ну, пока такой спорный результат с Муратом Гассиум, по мнению некоторых специалистов. По моему мнению, так нет, друзья. Все-таки натиск вот это, доминирование постоянное, оно видно было у Мурата Гассиева. Ну, видите, Денис Лебедев хвалит Роучу, пусть занимается, флаг ему в руки. А Пакеау сделал правильное решение, я считаю. И вообще, я считаю, Фредди Роучу нужно уже, друзья, на пенсию. Хватит уже заниматься вот этой деятельностью, так как чему-то другому научиться он уже не сможет. А вот это старье, вот это старый стиль ведения боя, втюхивать вот таким, как Лебедев, Лебедев, это уже, я считаю, неправильно. Следующая у нас новость, друзья, это Рябинский. Рябинский сказал, что в течение 30 дней Джошуа должен с Сашей Споветкиным, с нашим, договориться о бое. И через 150 дней, там, по-моему, как-то по правилам, они должны провести якобы этот бой. Давайте немножко обсудим эту обстановочку. Уже неоднократно и я говорил, и мы с вами вместе учили Поветкиной, и как нужно двигаться, и как нужно правильно боксировать, и что нужно делать дальше. И предлагали ему это живое прайсо, мы с вами вместе. Ну, наше, значит, наше обращение к Саше, они не пошли к нему на пользу. Не пошли, потому что мы видим, то, что он в боях не становится лучше, не прогрессирует. И поэтому я, друзья, делаю такой вывод. Я думаю, вы с ним согласитесь. У нас получается такая обстановка, то, что Сашу, в принципе, я так смотрю, да, за его карьерой, его очень хорошо ведет Рябинский. Даже вот с этими допингами, там не допингами, но даже после вот этих допингов, посмотрите. У нас бокс сам делится, вот, чтобы вам было попроще, давайте первое, второе, третье место. Вот так скажем. Первое место это большие, это уже серьезные бойцы большие, это как Джошуа и Вальдер. Второе место занимает у нас такая предверхушка, предверхушка, это и Ортис, это и Стиверн, это и тот же, да вот с этим, с Джошуа утрался, Паркер. Вот это я считаю, друзья, предверхушка, это второе место. Третье место занимают все остальные, там и Чесоры, и, ну, все вот эти остальные. И Саша, я так думаю, он там относится к третьему месту. Но видите, как получается, то, что Рябинский его как повел, как интересно, грамотно сделал. С одной стороны, молодец, коммерс есть коммерс, Андрюха, тезка. И он обошел вот этих всех и Паркеров, и Ортисов, и, ну, вот это всех людей, всех бойцов, которые на втором месте. И смотрите, как технично прошел он. Подрался он, подрался с кем он, с Хаммером подрался, потом с Руденко подрался. Вот видите, вроде такие бойцы как бы незначимые, да, с одной стороны. С Руденко подрался, с Прайсом вообще вроде как, боец никакой. Вроде дерется их, выигрывает. И тут сразу перепрыгивает вот это второе место, и сразу на первое место. Видите, какой Рябинский, как смог сделать. Хотя так-то, по идее, он должен хотя бы одного из этих бойцов или Стиверна пройти, там, или вот этого Паркера, правильно? Чтобы того бойца, который уже подрался за вот эту верхушку. Пусть даже не с Варгером, пусть с Жошу, но все равно они подрались. Ну, так здесь все построено грамотно, то, что Саня, ну, здесь, видите, коммерческой составляющей. Если сейчас ему дать подраться с этим, с бойцами из второго места, естественно, там не те деньги. Уже Рябинскому не так интересно будет. А бойцов-то у нас нет уже в России за супертяжелого веса, согласны со мной? И я так понял, друзья, пусть он все-таки дерется с этим, с Джошуа. Ну, пусть он с ним дерется, потому что, какая разница, вон, допустим, и этому Ортису проиграет, правильно? Ну, там совсем другая уже история будет. Пусть он лучше проиграет Джошуа и заработает какие-то деньги. Я думаю, то, что это его будет последний бой в карьере. Ничего страшного. Сможет там, не сможет. Это бокс, друзья. Не так уж много с Аней нашей был и нокаутирован. Практически ни разу. Даже с Кличко. Да, падал, да, его там били с ним, как с пацаном. Но все-таки такого серьезного ущерба он, в принципе, и не понес. Если разок будет нокаутирован, ничего страшного, зато бабки заработай. 38 лет и с спокойной душой пойдет на пенсию. И будет дальше продвигать любительский спорт в массы. Вот эта история тоже интересная, потому что тоже обсуждаемая, друзья. Давайте обсудим ее в комментариях. Думаю, все правильно. На убой его ведут, не на убой, я сам говорил, помните? Пусть дерется с Джошуа, пусть все точки надо ее уж поставить. Ну, я все равно хотел Рябинского не то, чтобы позавидовать ему, а удивиться так над ним, так скажем. Я только вот сегодня понял, как вот это технично все сделал. Видите, вот это прошел пред верхушку и сразу раз Саню наверх засунул. Молодец, красавчик. Заработок есть заработок. Жалко просто после поведки, но у нас уже, не знаю, Гассиев, может, в супертяжи пойдет. Ну, ему еще надо драться, видите. Ну, ладно. Следующая у нас новость тоже интересная, друзья. Это Гена Головкин ищет себе соперника. Не Гена, а Санчес. И предлагает ему... Вот он Санчес и Сондерсон, всякую ерунду предлагает. И Деревянка, который... Мне интересные будут бои, я так думаю, вот эти. И почему-то он пренебрегает... Вот два брата Джермал Чарла есть, есть Джермил Чарла. Очень хорошие бойцы, мне нравятся, по 27 лет. Даже у Джермала Чарла 26 боев, 20 побед нокаутом. То есть, тяжеленький ударчик такой. Даже потяжелее, чем у Джермела у брата. 30 боев, 15 нокаутов. Но все равно они могут создать хорошую конкуренцию, даже выиграть по очкам. Еще предлагается Деметриус Андраде. Тоже они похожи. Стиль у них похож. Тоже неплохой боец, как и у Джермала Чарла стиль. Но он, видите, нокаутом не сможет победить. 25 боев, всего 16 нокаутов. Ну, если по очкам навтыкает Гене. Тоже может такое быть. Может и такое, друзья, быть. Но я бы все-таки вот Джермал Чарла посоветовал. Потому что все-таки на 26 боев, 20 нокаутов, это уже более-менее серьезный удар. Который мог бы остановить Гену и создать конкурентный бой. Потому что у Андрада, видите, всего 16 нокаутов. Хотя тоже может попрыгать. Может и отменить бой и Джейкобс ради этого случая. Но ему, видите, ему не предлагает Санчес. Может побаивается, может остерегается, не знаю. Потому что, ну, побаивается-то нет, наверное. Еще есть такие бойцы его, друзья, Рёта Мурата. Но у него тоже бой будет. Тоже хороший боец японский. Хороший блок, хороший удар. И тоже хочет с Геной драться. Но тоже, тоже у него вот сейчас бой, видите. Никак ничего не получается. Чавес-младший хочет подраться. Но это тоже не вариант, друзья. Конечно, Гена его ушатает. Хотя и Чавес неплохо держит удар. Ну, хорошо держит удар Чавес. Ну, вот такие дела. Здесь я, здесь будем думать. Будем дальше Санчеса слушать. Потому что Санчес, наверное, будет все-таки подбирать. Делать, делать последнюю, так скажем. Ставить последнюю точку вот над этим всем вопросом. Ну, думаю, все-таки. А вы как считаете, друзья? Вот Джармал Чарла. Подойдет, не подойдет. Ну, и Диметриус, наверное, подойдет. Хотя удар не такой жесткий. И что еще у нас? И еще одна новость. Тоже обсуждаемая, друзья. Которую я хотел бы до вас донести. Это Мэйвезер. Мэйвезер сказал то, что вот Джервонте, Дэвис, Куэллар. И Куэллар бой как пройдет. Ломаченко, Линарос тоже бой как пройдет. Посмотрят. И Мэйвезер уже не против то, что Джервонте Дэвис встретится с Ломаченко. Ну, конечно, в том случае, если Ломаченко выиграет друзья Линароса. Потому что очень сложный бой будет. Ну, и Куэллар тоже, знаете, такой боец Рубака. Такой любит врезаться. И покрупнее он Дэвиса будет. Как Дэвис тоже пройдет Куэллара. Если красиво все, как обычно он это делает, то тогда можно будет и с Ломаченко. Ну, Мэйвезер сказал, бой устрою. И я думаю, никто ни из нас, ни я не сомневаюсь в этом. То, что Мэйвезеру не составит труда. Потому что Мэйвезер у нас... Ну, Мэйвезер есть Мэйвезер, друзья. Его уважают, его чтут. И его деньги могут решить все. И для Ломаченко, пожалуйста, будет еще один бой с Дэвисом. Это еще один заработок. Конечно, могут сказать болельщики там... Вася Ломаченко то, что... Ну, как они обычно говорят. То, что это не конкурент. Вася там растопчет, сделает. Ну, вы поймите, друзья, то, что Вася лучше драться с Джарвонд и Дэвисом, я грубо говорю, за, допустим, 2 миллиона долларов, правильно? Чем драться с каким-нибудь там... Ну, к примеру, говорю, Петей Ивановым за миллион долларов. Поэтому, друзья, бой ему, этот бой будет выгоден 100%. Ну, заработки же всем нужны, друзья, в первую очередь. А не то, что там, когда вы думаете, как на улице. Эй, я круче, пошли. Нет, это все не так, друзья. Вот Джарвонд и Дэвис, это деньги. Деньги и есть шанс их взять, допустим. Или нет шанса взять. Вот такие я новости, друзья, вам сказал. Давайте обсудим, как вы считаете. Как, что, вот во всех этих... Сколько, вот одна новость, вторая, третья и четвертая новость. Тема для обсуждения. Опять, пока боев нет значимых, повторюсь. Потому что первый бой будет, по-моему, 15-го Рёта Мурата будет драться. Вот Рёта перспективный боец. Посмотрите, японский стиль его ведения боя. Все, всем пока, друзья. Подписываемся на Боевую провинцию. Не болеем, занимаемся боксом, спортом. Всем удачи, друзья. Денег вам и здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok